Привет, ребята! Как дела? Надеюсь, все хорошо. Сегодня, да, кто опоздал и не вовремя включает видео, значит, у вас не включены уведомления. Ребята, включайте уведомления, не забудьте поставить лайк и вовремя смотреть выход нового видео. Итак, вы знаете, да, настроение сегодня у меня, оно абсолютно непонятное. Будет видео разговорное. Я бы хотел поделиться одной из своих историй, ситуация, которая со мной произошла. И, собственно говоря, от которой я сейчас испытываю. Я даже не могу сказать, что я испытываю какой-то дискомфорт прям. Ну, в общем, знаете как, мне достаточно это неуютно. Значит, я уже рассказывал тролли, закройте рот, вы пытаетесь сидеть в первом ряду. Вы не в первом ряду, запомните это. Да. Значит, я уже рассказывал о том, что мои друзья, моя подруга хотела меня познакомить. И, собственно говоря, да, я сходил на эту встречу. И, вы знаете, сейчас я еще раз хочу повторить. Я испытываю достаточно какой-то дискомфорт. Я вдруг понял, что вот это знакомство, когда людей конкретно, знаете как, пытаются, ну, свести, да, будем называть вещи своими именами. Громко пусть не звучит сватовство, но когда один и другой знает, что они идут в гости для того, чтобы их познакомили, представили друг друга. Я понял, что эта ситуация вообще абсолютно органически для меня абсолютно чужда, для меня это некомфортно, мне это не совсем подходит. Сейчас объясню почему. Я пришел в гости. Встретили, да, встретили, конечно, хорошо. Моя подруга, она накрывает просто потрясающие столы. Она умеет это делать, она очень гостеприимная. Я пришел, стол уже, естественно, был накрыт. Первое впечатление от той девушки, она была своей матерью. Приятные, очень приятные, приятные действительно люди, видно, интеллигентные. Девушка такая, вы знаете, приятная такая, скромная, одета очень так. Вы знаете, все очень сдержано. Вот это вот сдержано, да. На ней такие еще и... Я не знаю, этот сдержанный стиль одежды. Вы знаете, с одной стороны, это очень, конечно, красиво, спокойно. Спокойно, но я немножечко другой по темпераменту человек. Мне нравится, когда девушка одета ярко, да. Я люблю красивые, яркие вещи. Когда одета, да, вот на женщине, когда есть за что зацепиться глазу, скажем это так, да. Вот мне вот такой вот нравится именно стиль, когда присутствует какая-то некая изюминка, что ли, своего рода такая вот. Вот, ну, короче, да. Вы поняли? Хотя я прекрасно понимаю, что некоторые не понимают. Не понимают почему? Потому что, значит, просто не умеют носить, либо стесняются одевать, может быть, яркую какую-то одежду, одежду, привлекающую внимание. Но это не мой вопрос. Значит, вы просто не чувствуете этот вайб. И, значит, просто не умеете носить такие вещи яркие. В конце концов, каждой вещи ей надо соответствовать. Но дело не в этом. Извините, я сейчас недавно проснулся, принял дождь, пью кофе. И я пришел, и стол был накрыт, естественно, естественно, очень... Она приготовила холодец, во-первых, знаете, эти блюда, такие прям вкусные, домашние, холодец, цыпленок табака. Там всякие нарезки и так далее. Суть не в этом. Я, в конце концов, почему мне некоторые действительно пишут по поводу того, что я все время делаю акцент по поводу того, что на столе там... Именно делаю акцент, что накрыт стол или не накрыт. Потому что, когда собираются взрослые люди, естественно, сидят и едят и все такое, когда приглашают гостей. А как иначе? Неужели это надо объяснять 1500 раз? Почему это до некоторых просто не доходит? Или еще я прочитал по поводу того, что это блюда какие-то из 90-х. Вы вообще о чем говорите? Причем здесь 90-е? Холодец, цыпленок табака и так далее. Вообще о чем? Что у вас в голове? У меня ощущение, что у некоторых просто каша. Просто каша в голове. Понимаете? Вот я по-другому это не могу абсолютно назвать. У меня подруга шикарный кулинар. Она потрясающе готовит. Она потрясающе это делает. Она умеет печь пироги. Она все абсолютно делает. И в этот раз она также приняла просто абсолютно потрясающее. Вы как себе представляете? Собирается компания взрослых людей. И мы что, там сидим чай, что ли? Будем сидеть пить с печеньем или что? Я не понимаю. Ребят, я серьезно. Я перестал некоторых понимать. Я просто некоторых, я еще раз говорю, не понимаю. Вы не умеете. Мало того, что некоторые, вы не можете создать вайп. Вы не понимаете, что такое атмосфера. Что такое красиво одеться. Что такое красиво причесаться. Что такое сидеть в компании. Что такое накрыть стол. Вы это не понимаете. Но это ваша проблема. Если вы не понимаете, идите, значит, пересматривайте мои видео. И ловите эту атмосферу. Я не знаю. Если вы не понимаете, значит, вы не понимаете. Если у вас нет вайба, значит, у вас его никогда не будет. Если у вас нет вкуса, и вы не можете одеться красиво, значит, вы не можете. Смиритесь с этим. Итак, очень хорошо, очень хорошо. В общем, я пришел, была моя подруга, естественно, там супруг ее и все такое. Очень достаточно теплая компания. Вы меня серьезно. Вы меня заставляете объяснять и говорить какие-то простые банальные вещи. Нельзя же быть настолько непонимающим. Ну, нельзя, нельзя. Вы пытаетесь выставить себя некоторые, я еще раз говорю, в комментариях что-то там типа парировать, показаться какими-то остроумными и так далее. Но вы не понимаете, что вы начинаете выглядеть просто смешно. И это правда. Ну, так вот, очень-очень так вот хорошо мы сели, все, стол, естественно, там шампанское и все такое. Ну, разговоры, слово за слово и так далее. Вы знаете, я не... Я себя сразу стал чувствовать, вы знаете, испытывать какое-то чувство неловкости. Неловкости именно от ситуации, что, понимаете, вот я сидел как, как это сказать, как, ну, вот, как жених вот на выдане, понимаете. Я уже взрослый парень. Мне это было настолько, понимаете, вот как будто меня за ручку привели, посадили, вот, садись, давай, сейчас мы тебя будем знакомить. И она также в курсе. И это все достаточно неловко. Понимаете, вот я себя чувствовал неловко, раз. Я себя почувствовал, как будто я какой-то что ли, типа, не могу сам познакомиться или что-то в этом роде. И, знаете, это как-то... Это все комично, это настолько комично, это настолько вот это вот чувство, ощущение какой-то, как будто я там, да, и она. Ведь она там, да, практически мы одного возраста, как будто... Знаете, вот это ощущение, как будто мы какой-то залежавшийся товар, типа, никому не нужный. И вот, типа, нас надо свести, познакомить. И я хочу сказать, классная абсолютно девушка, очень такая насчитанная. Не мой абсолютно темперамент, да, вот что, если говорить, не понравилось. То есть, абсолютно не мой темперамент. Начиная от того, как одета, пусть она одета классно, пусть она одета стильно, шикарно. Но мне не понятен там, да, этот стиль. Мне это как бы вообще очень абсолютно все такая лаконичная, сдержанная, спокойная и все такое. Мы вышли с ней потом там вместе покурить. И стали слово за слово разговор, точнее, курил я. И, значит, выкурил сигаретку. И пока мы стояли, разговаривали. Естественно, как, 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 как можно понять, что твое, не твое. А вот так очень просто. Потому что начинаешь разговаривать, задавать вопросы по поводу, там, где любишь отдыхать, куда любишь ходить. Я не знаю, вот это вот все. И понимаете, и я понимаю, что я разговариваю с человеком, который абсолютно, ну, не моего, ну, не моего темперамента. Это человек, который все время проводит, она все время очень много разговоров о том, что они куда-то вместе с мамой там ходят. Я спрашиваю, что ты в кино хочешь, там, в театр. Да, с мамой там ходим периодически, в театр, да, ходим. Ну, куда, вот все время вот этот вот разговор. То есть не было такого, понимаете, я ради интереса, ну, как бы не то, что ради интереса, но, в конце концов, подруга меня познакомила. И я там думаю, дай-ка я предложу куда-нибудь, может, на следующие выходные вместе сходим. Она именно вот такая вот какая-то домашняя, такая вот спокойная. И вроде как не любит она никуда ходить, там, да, там, не любит человек. Вот больше вот какая-то вот домоседка в своем вот этом вот как-то семейном кругу, да. То есть нет такого какого-то огонька, что ли, я не почувствовал. Абсолютно. Вы понимаете, в чем дело? Хобби, не хобби. Хобби там любят вязать, например. Что для меня, например. Например, кстати, да, по поводу вязания. Вы знаете, я действительно прочитал. Это действительно своего рода как-то там успокаивает и все такое. Я люблю, допустим, мне понятно, когда люди там, например, медитируют, медитация, допустим, да. Но вязание для меня это очень спокойное, монотонное занятие. Я знаю, что монотонные занятия, они успокаивают, да. Я все это прекрасно понимаю. Но для меня, например, это очень как-то спокойно, да. И вот я, в общем, она очень любит вот такие вот вещи. Понимаете, вязать там и так далее. Ну, послушайте, где я, где вязание. Это абсолютно разные какие-то параллельные вещи по темпераменту. Мне это не совсем, уже это мне не совсем подходит. И, в общем-то, я хочу сказать, что абсолютно, вы знаете, вот не зажгла. Вот не зажглось. Не было этого какого-то огонька. Но главное, главное в том, что вот эта сама ситуация знакомства двух уже взрослых людей, когда кто-то типа сводит, мне вот оно само вот это вот уже не, мне оно не подходит. Я вот это понял. Потому что ощущение получается, как будто ты какой-то, ну, вот я еще раз хочу сказать, какой-то типа залежавшийся, что ли, не можешь сам познакомить. Хотя это не так. Это абсолютно не так. Я человек достаточно открытый. Я люблю общаться. Я люблю знакомиться. И для меня это, в принципе, не составляет там, да, какого-то труда с кем-то там познакомиться, начать разговор, какую-то беседу и так далее. Но вот именно в ситуации, когда ты уже такой вот взрослый, да, и я взрослый парень уже, понимаете, и мне это было некомфортно, прямо хочу сказать. Это как-то выглядит дурацки и комично абсолютно. Я больше не понимаю другого. Я не могу понять свою подругу, ведь она же знает мой характер, мой темперамент. И в данном случае это, она-то их знает, этих людей, и она пытается, попыталась меня познакомить, ну, типа, типа, два одиночества, ну, и типа, какая разница? Нет, ну, это же не про меня история абсолютно. То есть, я в состоянии это сделать сам. И нет такого, что, да, допустим, если я там сейчас ни с кем не общаюсь, ни с кем не встречаюсь, это не значит, что я там как-то вот сижу там и на себе волосы прям рву и схожу от этого с ума. Это значит, просто я не нашел пока свою, да? Не нашел, вот и все. Но обязательно я знаю, что у меня все будет хорошо. Я встречу ту девушку, с которой мне будет комфортно, с которой мне будет интересно, с которой у нас будут совпадать вкусы. Но я также понял, что вот эти вот знакомства, когда людей сводят, вы знаете как? Когда это происходит вот таким тесным, наверное, кружком, все-таки что мы там сидели, да? Как бы маленькая, считайте, компания. Вот сидим и вот прям друг на друга смотришь, когда, и вот это ощущение какой-то неловкости, когда возникает вот от этого, не по себе. Это все выглядит как-то дурацки, что ли, понимаете? Дурацки, и я себя чувствую неловко, и она себя чувствовала неловко, и так далее. Понимаете, уже про все остальное я там молчу, что мы просто абсолютно там разные люди, не схожие там, да, по темпераменту, по своим, да, вот интересам. И вот это я понял, что мне это абсолютно больше, вот как-то я в этом участвую, в таких вот знакомствах, когда сводить не будет. Знаете, есть один момент, когда это может быть и неплохо, то есть вообще, если говорить о том, когда людей вот знакомят, да, там, друзья, друзей, там, ну как-то, да, короче, понимаете. С одной стороны, это и неплохо может быть, да, но когда, если бы это была какая-то другая ситуация, допустим, это была бы большая компания, когда, там, я не знаю, какой-то повод, допустим, я не знаю, день рождения, еще что-то, и там, например, человек 20, да, собралось, и все там, да, общаются между собой, все это как-то происходит легко, непринужденно и так далее, не, они когда сидят и все вот смотрят, да, вот, наблюдают за, знаете как, когда наблюдают просто за твоим свиданием, скажем так, вот, когда вот такое пристальное внимание, кто что скажет, кто как посмотрел, а понравились они друг другу, не понравились, и вот это вот постоянное ощущение, которое вот витает абсолютно в воздухе, понимаете, о чем я хочу сказать. Вот, поэтому я на себе абсолютно, как бы, у меня нет такого, что сижу и прямо теперь я вот как-то расстроен, да, у меня было вот это ощущение, то, что я немного подрастроился от того, что, опять же, от каких-то ожиданий, не надо никогда заранее ничего планировать, мне нравилась сама идея, понравилась сама идея пойти посидеть с друзьями, с компанией, ну, будет, будет, познакомлюсь, хорошо, но, в принципе, я, наверное, в какой-то степени чего-то стал ожидать, да, вот это вот мне не надо было делать никогда, не надо заранее ничего ожидать, как будет, так и будет, и вот этот момент, он меня, наверное, немножечко, немножечко расстроил, что я стал как-то немножечко так чего-то, вы знаете, какой-то вот там планик, да, там, на денек, у меня это все быстро происходит, я быстро как бы отхожу, отключаюсь, да, вот это вот очаровываться абсолютно, вот это никогда не стоит. Вот, посидели, да, посидели, посидели классно, посидели хорошо, это с этой стороны все было абсолютно, вы знаете, абсолютно нормально, естественно, я еще раз хочу сказать, тролли, которые приходят на мои эфиры и пытаются мне их испортить своими абсолютно глупыми, глупыми, глупыми вопросами, глупыми комментариями, понимаете, в чем дело, если вы не догоняете, если вы не понимаете, я не собираюсь разбирать вашу чушь, ваши комплексы, понимаете, я не собираюсь, значит, вы просто, вы не понимаете, вы просто не понимаете, я еще раз говорю, Поэтому просто закройте рот и перестаньте писать чушь. Я еще раз повторяю, я буду блокировать. Сидите в последнем ряду и не высовывайтесь впервые. Вы приходите в мои эфиры, пытаясь сорвать их, не даете мне пообщаться с моими зрителями, с моими подписчиками, вести диалог. Мой YouTube канал, для меня это мой мир, в котором мне уютно. Понимаете? Я высказываю свои взгляды, свое мнение. Оно может отличаться. Я прекрасно это понимаю. Могут быть разные мнения. Пишите, высказывайтесь. Я не против этого. Но не надо выставлять, писать мне. Вы ждете, вы пишете, вы начинаете опускаться в какие-то личные уже мои, понимаете, свои додумки писать, свои фантазии в комментариях. Я не рассказываю. Но я еще раз говорю, какие-то свои личные, личные какие-то подробности. Вы что думаете? Если я там, когда у меня там появится, я начну встречаться и так далее. А что, какие-то буду сидеть, рассказывать какие-то наши там прям личные дела, что ли? Вы вообще в своем уме? Нет, этого не будет. Я взрослый абсолютно человек, понимаете? И надо иметь культуру. Прежде всего, чего многим не хватает. Понимаете, в чем дело? Поэтому я еще раз говорю. Не надо вести себя и выставлять смешно. Выставлять себя, как будто вы просто, понимаете, я не знаю, как будто вы какие-то озабоченные, что ли. Понимаете? У меня канал, я совершенно рассказываю о других вещах. Если я рассказываю об отношениях, значит, я рассказываю об отношениях. Понимаете? И не надо вести себя, как какие-то люди, вообще, я не знаю, тролли. Я еще раз говорю. Закройте свой рот. Понимаете? И не надо. Короче, просто идите в жопу. Вот и все. Вы меня достали. Вы меня достали. Вы начинаете вести себя просто, я как озабоченный. Понимаете? Я просто буду блокировать. Я просто буду блокировать. Вот. Поэтому вот так вот, ребята, такое у меня сейчас, вы знаете, какое-то настроение. Поэтому да, я абсолютно не залежавшийся какой-то там, понимаете, товар, который надо там привезти и познакомить. Все такое. Нет. Нет, 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 нет. Самое лучшее это все-таки, когда люди могут познакомиться, понимаете, сами. Мне кажется, это хорошее. Хороший вот этот вот самый лучший вариант. А не когда ты сидишь и прямо тебя все это вот, понимаете, наблюдают. Как ты, что ты, как вот они там будут общаться, не будут, понравятся друг другу, не понравятся. Так что так вот. Все, ребята, рад был пообщаться, поделиться. Не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Кто новенький, пересматривайте видео. Не собираюсь по 1500 раз все это уже повторять. Поэтому спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока.